приветствую друзья итак в этом уроке мы с вами поговорим о том какие этапы включает в себя разработка программной части сайта или даже отдельного скрипта в общем случае можем выделить следующие три этапа разработки это этап планирования и проектирования этап написания кода и этап тестирования и отладки написанного кода пойдем по порядку и начнем конечно же с первого этапа это этап планирования и проектирования в зависимости от сложность от сложности проекта с которым вы работаете данный этап может занимать от нескольких минут до нескольких часов дней или даже месяцев многие программисты часто пропускают этот этап особенно если речь идет о написании отдельного скрипта. Однако, несмотря на определенную, скажем так, абстрактность этого этапа, он все же довольно важен и я рекомендую не пропускать его, особенно при разработке сложных приложений и особенно если вы новичок. Поверьте, этот этап, если вы его не пропустите, все потраченное время на этот этап окупится сторицей и ваш код, который вы будете писать после данного этапа, он собственно будет работать гораздо правильнее, гораздо логичнее, чем если вы пропустите этот этап. Это логично, поскольку грамотная постановка задачи поможет избежать в будущем многих ошибок в вашей программе. Недаром говоря, что правильно сформулированный вопрос это уже половина ответа, а иногда и даже весь ответ целиком. Не знаю, как вы, но я когда в свое время был новичком, когда только изучал программирование, сталкивался конечно с сложными задачами, которые были менее под силу и частенько задавал вопросы на форумах и вот бывало ловил себя на мысли, что столкнулся я с какой-нибудь сложной задачей, решение я не знаю и лезу на форум, начинаю задавать вопрос. И в процессе написания вопроса мне в голову приходит решение данной задачи. Все потому, что неспроста говорят о том, что правильно сформулирован вопрос это уже половина ответа. Это действительно так. Итак, первый этап, как я сказал, включает в себя не только постановку задач, но и написание алгоритма или алгоритмов, если задач несколько. Разработка алгоритма это ключевой момент при написании программы, особенно если мы пишем сложный скрипт со множеством метрлений и вариантов. При разработке алгоритма совсем не обязательно рисовать классические схемы алгоритмов. Классическую схему вы видите в левой части слайда. Порой достаточно, или даже не порой, зачастую достаточно просто взять листок бумаги, карандаш и набросать алгоритм по пунктам. Собственно, на слайде сейчас вы видите один и тот же алгоритм, но по-разному описанный. В левой части он описан классическим способом, через вот такую вот схему, а в правой части этот же сам алгоритм описан просто-напросто в текстовом виде по пунктам. Понятно, что если мы работаем с простым скриптом, где все очевидно, то данный этап можно вполне пропустить. Однако, если мы пишем сложный скрипт, тогда я не рекомендую пренебрегать вопросами проектирования. Также, кроме всего перечисленного выше, данный этап может включать в себя и другие моменты. Например, это может быть проектирование архитектуры базы данных, что также является немаловажным моментом перед написанием программной части проекта. Сколько по времени может занимать данный этап, я уже говорил, от нескольких минут до, если проект очень сложен, может даже месяца занимать. Но если попробовать, скажем так, больше конкретики внести, то можем обратиться к шутке, которая ходит среди программистов, как раз на эту тему. Не ручаюсь за дословность ее, но примерно вот такая вот шутка ходит. На вопрос, сколько времени тратится на написание программы, программист отвечает о том, что 20% времени он тратит на подготовку к написанию кода, 10% пишет, собственно, сам код, но остальные 70% любуются написанным кодом. Это, конечно же, шутка, но, как и в каждой шутке, здесь есть доля истины. Ну и, собственно, даже в этой шутке говорится о том, что на этап первый, то есть на этап проектирования и планирования уходит больше времени, чем на написание кода. Ну, хотя, конечно же, зачастую это не так. На код, конечно же, зачастую уходит гораздо больше времени. После того, как мы все спланировали и поняли задачу, поняли, как ее решать, наступает второй этап. Это этап написания программы, ну или этап, собственно, программирования. Здесь, конечно же, мы не будем с вами писать некую код. Это урок у нас теоретический все же. И уроков практических, где мы с вами программируем, пишем какой-то код, у нас на сайте предостаточно. Здесь же я скажу несколько слов о культуре написания кода. На самом деле, это действительно очень больная тема. Дело в том, что до относительно недавних пор в PHP не было единого стандарта написания кода. Каждый разработчик формировал для себя какие-то свои правила о том, как писать свой код. Некоторые вообще не заморачивались какими-то правилами, писали код как попало. Например, я встречал зачастую код, где каждая строчка написана без отступов, без форматирования. Однажды я встретил даже код, написанный в одну строку, и при этом автор ни разу не ставил перед собой задачи минифицировать этот код, минимизировать его. То есть, просто он так пишет, просто он так привык. Понятно, что код написанный без форматирования, а тем более в одну строчку. Это, конечно, исключение из правил уже. Это уже дикость. Понятно, что код – это сплошная каша, которую поддерживать как-то очень-очень сложно. Причем поддерживать сложно ее не только стороннему разработчику, но даже и автору самого кода, если он заглянет в него, скажем так, через недельку, через две, а то и через месяц. Так вот, до недавних пор, как я сказал, не было каких-то правил и рекомендаций по написанию кода. Однако, некоторое время назад была начата работа над разработкой стандартов написания кода. Эти стандарты – не что иное, как PSR, аббревиатура, которая, скорее всего, вам знакома, и аббревиатура эта расшифровывается как PHP Standards Recommendation. На сегодняшний день мы уже имеем несколько версий данных стандартов. За основу стандартов были взяты лучшие практики написания кода, и это не случайно, поскольку в списке участников, которые принимали эти стандарты, есть разработчики многих известных фреймворков и CMS, таких как Zend Framework, Symfony, CakePHP, EI, Laravel и других. На самом деле данные стандарты, конечно же, не обязательны. Вы сами вправе решать, следовать им или не следовать. Некоторые из этих стандартов могут быть не совсем удобны для вашего стиля кодирования, но в целом они действительно стандартизируют написание кода, делают его гораздо более читабельным и, как следствие, такой код гораздо проще поддерживать, особенно в командной работе. Все стандарты мы с вами перечислять не будем, но от себя я дам буквально несколько рекомендаций по написанию аккуратного и читабельного кода. Ограничусь я, пожалуй, всего тремя рекомендациями, однако, на мой взгляд, это достаточно важные рекомендации. Итак, первое. Используйте комментирование кода и документирование функций. В PHP есть стандарт комментирования, называется он PHP-Doc, и, собственно, использование комментариев, это особенно актуально, если вы работаете в команде. Написав какую-то функцию, мы должны понимать, что, скорее всего, с ней может столкнуться другой разработчик из команды, либо же тот, кто будет поддерживать код в дальнейшем. И дабы этот человек не гадал, что делает тот или иной участок кода, лучше документировать написанный вами код. Ставьте комментарии для неоднозначных участков кода, указывайте в комментариях, что делает тот или иной блок кода, что он возвращает в итоге. В общем, документируйте код, документируйте ваши функции, и это облегчит поддержку кода в будущем. Даже если это будет разработчик кода, то есть вы, как автор кода, поскольку, открыв даже ваш собственный код, скажем, через пару месяцев, вы, скорее всего, уже забудете, что возвращает тот или иной блок кода, что возвращает та или иная функция. Ну, а комментарии нам помогут узнать это без глубокого погружения в код. Кроме того, комментарии зачастую подхватываются, правильные комментарии, да, зачастую подхватываются продвинутыми редакторами кода, в данном случае речь идет о средах разработки, об ИДЕ. Например, в правой части кода вы видите функцию документированную, и, собственно, редактор, на скриншоте это редактор Optana Studio, вполне понимает данную документацию, данное документирование, и подсказывает нам, что же это за функция GetSum, что она делает, и, собственно, нам проще понять, для чего она нужна. Следующие два правила это использование отступов, и это правило именования. Часто приходится наблюдать код, как я уже говорил вам, написанный без отступов. Это не только некрасивый и неаккуратный код, но и в первую очередь это код ни разу непонятный. Разобрать такой код попросту невозможно. Сравните код, который вы видите в левой части и в правой. Здесь всего-то нам всего три строчки кода, однако код в правой части уже смотрится понятнее и красивее. Но представьте, что у нас кода много, несколько сот строк кода, написанного без отступов. Это просто ужас. Следующая рекомендация это правило именования. Она достаточно простая и заключается в том, чтобы вы давали вашим переменным и функциям осмысленные имена. Вглянув на функцию с осмысленным именем, уже зачастую понятно, что она делает. Например, вот одна и та же функция, в первом случае она названа тест, во втором случае функция названа getSum. Понятно, что встретив название функции тест, вы не поймете, о чем эта функция, что она делает и для чего она нужна. В третьем же названии функции getSum, вы поймете, что эта функция как-то связанная с суммированием, как-то связана с математическими операциями. Также при назывании, именовании ваших переменных и функций рекомендуется не использовать транслитерацию, а давать имена функциям и переменным именно на английском и ни в коем случае не использовать транслитерацию, кириллические буквы, только латиница и только английский язык. В результате такой код будет проще поддерживать и, собственно, он упрощает дальнейшую разработку. Это далеко не все советы, которые можно дать при написании кода, однако, как я уже отмечал, это ключевые, на мой взгляд, советы. После этапа разработки наступает этап тестирования и отладки кода. Собственно, с этим этапом, этапом тестирования и отладки мы постоянно сталкиваемся и на этапе разработки кода, особенно если это большой скрипт или приложение. Ведь мы пишем не какой-то монолитный цельный код или функцию, мы пишем целый ряд функций, которые взаимодействуют друг с другом. Поэтому логично, что мы постоянно тестируем определенные части приложения, определенные функции, вызываем написанные функции, либо часть написанной функции, чтобы проверить, правильно ли она работает. Итак, мы написали программу, запускаем ее, полная надежд, чаяния, что она будет работать корректно, но она, как заведено по закону определенному, она не работает или работает не так, как ожидалось. Исходя из собственной практики, я понимаю, что новички здесь видят всего два варианта решения проблемы. Собственно, я когда-то был тоже таким и видел эти самые два варианта решения проблемы. Первый вариант – это посмотреть код в сотый раз в поисках ошибки. Как правило, этот вариант не приносит успеха. И второй вариант – это бежать сразу же на форум, с возгласами все пропало. На самом деле есть еще один вариант, и этот вариант гораздо более эффективен и правилен. Это отладка кода или процесс дебага. Мало того, что проблема чаще всего решится этим способом быстрее, чем спрашивать на стороне, так зачастую это, в общем-то, единственный способ решить проблему. На самом деле единственный, я не шучу, я много общаюсь на различных форумах и понимаю, что многие научки рассуждают примерно так. Для написания программы достаточно открыть редактор, написать в нем код, запустить программу и наслаждаться результатом. Открою для таких вот новичков небольшой секрет. В мире нет вообще программистов, которые пишут код как художники. То есть сел, нарисовал и отдал. Нет, так не было, нет и не будет. Точно так же нет и программистов, которые, окинув умным взглядом код, особенно если это чужой код, сразу же найдут в нем ошибку. Так не бывает. Код пишется для машины, и выполнять его должна собственно машина, а не человек в уме. Именно поэтому в уме мы можем выполнить только какой-то несложный код, и то далеко не всегда. Машина же должна выполнить код и показать нам результат выполнения кода. Ну а мы уже должны продолжать работу с кодом на основе данного результата. Именно поэтому процесс написания программы циклический. Написал кусочек кода, посмотрел как работает он. Если не работает, ищем ошибки именно там, именно в том коде, который мы только что написали. Не во всей нашей программе, а именно в том коде, который мы вот только-только написали, в том кусочке, который написали. Поскольку именно он вот у нас работает неправильно. Если не работает, то соответственно мы ищем ошибку. Если работает, тогда пишем дальше. Только так правильно писать программу. То есть еще раз, этап написания программы, он циклический. Других вариантов просто нет. Именно поэтому часто совершенно бесполезно вываливать на форум просто не кода и задавать вопрос типа, внимание, вопрос, где ошибка. Это не что где когда, на форуме не сидят волшебники, телепаты, поэтому отгадывать в чем теоретически может быть ошибка, никто не будет. Это бесполезно. Ошибку в данном случае найти может только автор программы. И только на своем сервере и со своими настройками и опечатками. Поэтому локализовать ошибку, найти место, где она происходит, определить тип ошибки можно только самостоятельно. Ну а уже найдя вот эту ошибку, на форуме могут помочь ее исправить. Если, конечно же, не получится исправить ее самому. Здесь нужно принять фактически за аксиому следующее утверждение. Львиная доля времени программиста уходит на поиск ошибок и отладку написанного кода. Ну и давайте немного поговорим о практической стороне отладки. Прежде всего, чтобы исправить ошибку, мы должны ее увидеть. На форумах можно встретить такой вопрос. Открываю сайт, а вместо него пустая страница. На самом деле это означает, что при выполнении кода на сайте возникла некая критическая ошибка и работа сайта была попросту остановлена. Ну а поскольку зачастую показ ошибок выключен, то мы и видим эту самую белую страницу, поскольку показ ошибок скрыт. В этом случае нужно как-то увидеть ошибку, ведь не зная, в чем заключается ошибка, решить ее, исправить ее попросту невозможно. Часто ошибки записываются в файл логов, которые часто называются на сервере error log или что-то подобное. Данный файл можно поискать самостоятельно на сервере или уточнить о поддержке хостера, где же он находится. Также вывод ошибок можно включить в скрипте функций error reporting. Ну а включив показ ошибок или же найдя ее в файле логов, можно попробовать уже ее исправлять. Благо PHP нам здесь помогает, поскольку он не только сообщает нам причину ошибки, но и зачастую поясняет ее в тексте ошибки. Ну и даже подсказывает, в какой строке нашего кода ошибка произошла. Поэтому вот здесь как раз и важно не нести на форум просто не кода, а показать только тот участок кода, в котором собственно данная ошибка произошла, хотя зачастую и это не всегда далеко, не всегда помогает. Бывает так, что программа не вызывает ошибок, но все равно не работает или работает не так, как надо. Здесь уже скорее всего дело не в ошибке в коде, а ошибке именно в алгоритме написания программы. Это значит, что на первом этапе, на этапе проектирования, планирования, мы чего-то не доглядели, чего-то не доработали и собственно алгоритм составлен неверно, где-то есть в нем ошибка. Однако и тут можно найти место, где происходит ошибка, но только при одном условии. Если вы, как автор программы, четко представляете, что делает ваша программа. Каждая функция, каждая строчка в этой программе. Поскольку зачастую тоже бывает, выкладывается на форуме код и автор программы спрашивает, где ошибка. Когда у него спрашивают, а что делает та или иная функция, он говорит, я не знаю. И как тут можно помочь человеку, помочь автору кода, если сам автор не знает, а что же делать его код. Поэтому крайне важно понимать, что делает ваша программа, что делает ваш код. Потому что если мы представляем, то можем предсказать, какие значения должны иметь, допустим, переменные на каждом этапе выполнения программы. Ну а дальше все очень просто. Во-первых, надо разделить вашу программу на логические блоки. Возьмем, например, такой пример. Допустим, скрипт выводит форму, получает данные из нее и записывает данные в базу. В базу данных. Соответственно, здесь есть три шага. Вывод формы, получение данных и запись данных в базу данных. Вот такие вот три шага. В любом из них может быть ошибка, приводящая к тому, что данные в базу не записываются. И это просто-напросто нужно проконтролировать на каждом из участков, все ли переменные имеют то значение, которое ожидается. Программа ведь работает, собственно, с переменными. Ну а как это проверить? Достаточно просто. Можно выводить все используемые переменные и массивы на экран и визуально контролировать их содержимое. Для этого есть в PHP три незаменимые для отладки функции. Это функция echo, printr и vardump. Вам всего-то лишь остается написать в проблемных местах, допустим, вызвать функцию vardump и передать ей ту переменную, тот массив или объект, который вы хотите распечатать в данный момент выполнения программы на экран. И на этапе отладки вы можете вполне увидеть, что такая-то переменная, допустим, пустая, то есть в нее не приходит значение. Соответственно, вы можете посмотреть, почему не приходит то или иное значение в переменную. Это вот такой вот, скажем так, теоретическое, небольшой такой вот возможный момент. После этого уже можно идти на форум не с вопросом, у меня вот код на 100 строк, где в нем ошибка, а с вполне конкретным вопросом. Я написал функцию, но почему-то, когда обращаюсь в ней к переменным, они все пустые. Или из формы не передаются переменные. Согласитесь, между этими двумя способами задания вопросов огромная разница. Первый, ну, мизерный просто шанс, что если вы зададите вопрос, вот мой код на 100 строк, где в нем ошибка, то мизерный совсем шанс, что вам помогут в решении данной проблемы, данного вопроса. Ну, а, собственно, если же вы дадите конкретный участок кода с конкретно сформулированным вопросом, то здесь уже шанс получить помощь гораздо более высок. Конечно же, кроме вот этих вот перечисленных функций Echo, PrintR, WarDump, есть и более продвинутые способы отладки кода. Тот же дебаггер, который вы можете установить и настроить, но это уже немножко другая тема. На этапе, скажем так, если вы новичок, то на первом этапе для вас будет вполне достаточно вот этих вот трех функций Echo, PrintR и WarDump для отладки вашего кода и понимания, какой именно участок вашего кода не работает. Ну что же, вот три основных этапа, с которыми мы с вами познакомились. Еще раз, это этап планирования и проектирования кода, это этап, собственно, написания кода и этап его отладки. Надеюсь, данный урок был в чем-то вам полезен, особенно новичкам, и надеюсь, вы будете следовать данным рекомендациям. На этом у меня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok